МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Дело номер. Как всегда, в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. Человек погиб на трассе в результате ДТП. Автокатастрофа произошла вечером 24 февраля на 233-м километре автодороги к работе Кустанай в 5 километрах от села Бестебе Камастинского района. 44-летний водитель, управляемый автомашиной ДАФ, направлялся в сторону Кустаная. В ходе движения большой груз занесло, машина перекрыла дорогу. В это время 62-летний водитель, который управлял автомашиной ГАЗ, не заметив фуру, совершил столкновение с ней. А уже в него врезался другой автомобиль УАЗа Пикап под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП 62-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался в Камастинской центральной районной больнице. Начато досудебное расследование по статье нарушения правил дорожного движения по влекши по неосторожности смерть человека. С начала года в области зарегистрировано 29 ДТП, в которых 34 человека получили ранения и 9 погибли. Обстоятельства гибели жителя Кустанайской области выясняют полицейские региона. Мужчина почти два месяца не выходил на связь с родными и тогда они подали заявление о его исчезновении. Пропавший был найден через три дня по снегу с признаками насильственной смерти. Через время полиция задержала и подозреваемого в совершении преступления. Досудебное расследование по факту исчезновения 49-летнего жителя поселка Сатай Алтансалинского района было начато по заявлению его родственников. Как они сообщили нам в телефонном разговоре, мужчина последний раз выходил на связь в начале декабря. После они думали, что он находится в отъезде, но после продолжительного молчания приступили к самостоятельным поискам, которые результаты не дали. В полицию родственники пропавшего обратились только в конце января. В рамках начатых следственных действий был организован комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего, в которых было задействовано более 40 сотрудников полиции. Через три дня после поступления в полицию из заявления 3 февраля 2012 года в 100 метрах от частного дома в снегу был обнаружен труп потерпевшего с признаками насильственной смерти. Ранее возбужденное по факту пропажу уголовное дело было переквалифицировано на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть потерпевшего Уголовного кодекса Казахстана». В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт насильственной смерти жителя Алтын-Саринского района. В этот же день по подозрению в совершении преступления был задержан арестован и насечанин убитого 74-го года рождения, ранее несудимый. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на закрепление вины подозреваемого, который дал признателен. Остальные данные полиция не разглашает. Родственники же погибшего сообщили, что орудием совершения преступления была металлическая труба. Ей и мужчине были нанесены множественные интересные повреждения. Стали с несовместимыми с жизнью. Также у потерпевших есть подозрение, что о совершении преступления знали несколько человек, но они своевременно не сообщили о нем. На 8 лет увеличен срок заключения жителей Кустаневской области. Напомним, Анауарбек Туребаев дважды в течение года обвинялся в совершении особо тяжких преступлений, покушении на убийство и убийство. В ходе второго за год суда обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью, но в итоге суд назначил Туребаеву наказание даже больше, чем требовал прокурор. В совершении умышленного убийства изначально обвинялся 44-летний Анауарбек Туребаев. Перед судом он пристал, уже будучи осужденным на 9 лет заключения за покушение на жизнь своей гражданской жены в 2020 году. Женщина после полученных в детском саду, в котором она работала более 20 ножевых ранений, выжила, но осталась инвалидом. В ходе этого процесса о гибели в 2014 году Кайрата Сиитова прокурор переквалифицировал деяния Туребаева на нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. И с этим обвинением подсудимый не согласился. Но и суд непризнания вины не поддержал. Суд, исследуя все доказательства, установил, что в 2014 году, в январе месяце, а именно 17 января, ночью в селе Копыченко Федоровского района, после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, который находился у вас дома, отмечая день рождения вашего сына, после того, как все гости разошлись, между вами произошел конфликт. Для выяснения этих отношений вы вышли на улицу. Началась драка. Туребаев сильно избил Сиитова руками и ногами по голове и телу, после чего бессознательно его затащил в дом и положил возле печки, а сам пошел спать. Наутро он обнаружил, что Сиитов скончался. И, испугавшись уголовной ответственности, вы спрятали труп потерпевшего, вынесли и спрятали за сараем своего дома в снегу. В дальнейшем вы при наступлении теплоты весною вывезли труп потерпевшего за село и избавились от него, поместив его в выгребную яму бывшего скотомогильника, животноводческого комплекса. О преступлении Туребаев сам рассказал своим сокамерникам. Дальше в колонии проводились негласные следственные действия. Туребаеву предложили написать явку с повинной, что он и сделал. Дальнейшие заявления его и его адвоката о том, что нет прямых доказательств его виновности в убийстве Сиитова, суд счел необоснованными. С учетом личности подсудимого, суд решил, что соразмерным и справедливым наказанием для него будет лишение свободы на 8 лет. Ввиду того, что вы на сегодняшний день отбываете наказание по приговору суда, специализированного межрайонного суда от 2020 года, суд присоединил данный приговор и по совокупности уголовных правонарушений окончательно вам назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание Туребаев будет в колонии с максимальным режимом безопасности. В качестве компенсации морального вреда потерпевшим с него взыскано 4 миллиона тенге. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. Целый склад боеприпасов обнаружен у жителей Кустанайской области. 52-летний родничанин незаконно хранил у себя дома и оружие. У него изъяты пневматическая винтовка и два охотничьих ножа. Более 400 патронов и гильзы. Два магазина от пистолета у него установлены марки. В настоящее время оперативники выясняют, откуда у родничанина нерагистрировано оружие. По данному факту ведется досудебное расследование по статье «Незаконное охранение оружия и боеприпасов». Назначены необходимые экспертизы. Кроме пневматической винтовки, у мужчины найдено и много деревянных прикладов для охотничьих ружей. А кроме охотничьих патронов и гильз, боеприпасы для нарезного автоматического оружия. За такое правонарушение родничанину может грозить как ограничение, так и лишение свободы на срок до двух лет. Разбой и раскрытку с наинскими полицейскими. Преступление совершено 6 января 2022 года, когда жительница областного центра вышла вечером из дома на работу. Как рассказали сотрудники областного департамента полиции, до работы она добиралась на автобусе номер 13. Путь до остановки лежал через пустырь. Именно здесь на нее напал неизвестный мужчина, одетый во все черное. Забрал у нее деньги в сумме 7 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. Горожанка полицию в этот день не вызывала, а сообщила о преступлении только 13 января, ссылаясь на то, что в этот день мобильная связь не работала. 13 января полицейские начали работу по раскрытию преступления, которое осложнялось тем, что потерпевшая не смогла сообщить приметы нападавшего. Она запомнила только, что он одет был в черное, и, как ей показалось, в руке у него был нож. Одна примета все же была женщина запомнила, что на мужчине были кроссовки с надписью «Адидас». В ходе Розовской полицейские просмотрели видеозаписи ближайших камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как за женщиной на пустыре идет мужчина, одетый во все черное. И в ходе отработки жилого массива полицейскими 19 февраля задержан 20-летний житель города, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. На основе собранных доказательств проведенного опознания подозреваемого задержали. Он дал признательные показания и сказал, что деньги он забрал, угрожая блестящей зажигалкой, которую в темноте можно было принять за нож. Деньги подозреваемый потратил на алкоголь. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 192, части 1, Головного консульта Республики Казахстана «Разбой». По данным полиции, с начала года при помощи камер видеонаблюдения в областном центре раскрыто 24 преступления. Кустанайц, который выращивал дом оконоплю, задержан сотрудниками полиции города. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что 33-летний кустанайц в частном доме оборудовал комнату под выращивание оконопли. В специальной теплице под лампой обнаружено три больших горшка с кустами этого растения. Кроме этого, оперативники изъяли у мужчины марихуану весом более 55 граммов. В полиции отмечают, что ранее подозреваемый привлекался за наркоправонарушение в 2019 году. Тогда его привлекли к общественным работам. На данный же момент он нигде не работал, проживал с родителями и употреблял марихуану. На этот раз его привлекает по статье 297, по части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, мера санкций предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На вопрос, для какой цели он выращивал это растение, он поясняет, для личного потребления. С начала года сотрудниками полиции было выявлено 63 преступления и правонарушения, связанные с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил более 4,5 килограмм. Более 20 свертков синтетики изъяли полицейские в Рудном. На одной из улиц задержан 20-летний горожанин. При нем полицейские обнаружили 24 полипропиленовых свертка, в каждом из которых находился неизвестный порошок. Согласно результатам тщательной и продолжительной экспертизы, изъятое вещество – это синтетический наркотик. По данному факту, начистот судебное расследование о предусмотренной статье «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере». На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире через неделю. На эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале АЛАУ в YouTube. И подписывайтесь на аккаунт программы в Instagram. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok